Мы знали, куда мы едем, зачем мы едем. Знали, что будет очень тяжелая игра. Пацаны к ней готовились. И в принципе, в течение первого тайма я удовлетворен. В перерыве проговорили о том, что нельзя подстраиваться. Мы знали, что будет лучше наседать за счет стандартов длинных передач. Знали, что вы умеете очень хорошо обороняться. 3-5-2 вот эта система, или 5-3-2 называйте, как нравится вам. То есть, навесы, навалы вас не пугают. В то же время, четко понимали, что есть проблемы с контролем мяча, с выходом из обороны в атаку у вас. Поэтому мы сегодня планировали отдать вам чуть больше пространства во время того, как у вас мяч под контролем находится. И встречными атаками доводить мяч до ваших ворот и атаковать. К сожалению, второй тайм не получился. Хотя моменты были, вы видели три контратаки у нас, которые должны были завершиться атаками. Но я вам могу сказать откровенно, что мы настраивались, что во втором тайме мы все-таки реализуем еще больше это преимущество. Именно в быстроте перехода после отбора в атаку. Я не был удовлетворен тем, что мы подстроились на игру луча. Что мы начали играть длинными передачами, верхом бороться. И все мои замены были, кроме последней. Все были нацелены на то, что мы опустили мяч вниз. Я выпускал квалифицированных футболистов, которые умеют и должны спокойно относиться к тому напряжению, которое происходит на поле после далекого перелета при счете 1-0, когда ты выиграешь. То есть нельзя было играть на отбой, что у нас было минут 15-22 тайм. Поэтому второй тайм мне не понравился. И я предъявил претензии сейчас ребятам в раздевалке. Потому что в концовке пришлось вообще выпускать третьего центрального защитника, для того, чтобы удержать вот этот навал после стандартов. У нас есть определенные зоны, где мы должны отбирать мяч и там загонять туда противника. Не всегда это получалось удачно сегодня. Но единственное, что у нас на сегодняшний день большой выбор игроков именно в линии атакующей. То есть полузащиты, атакующие и в нападении. Поэтому мы немножко искусственно строим свою игру от того, что больше объем выполняют, чем раньше ребята в линии атаки. Вот три атакующих футболиста. Для того, чтобы оказывать давление, не давать делать проникающие передачи командам, которые любят доделать вот эти длинные, когда есть такой нападающий, как Михалев. Да, это одна из наших черт, что у нас игроки линии нападения больше бегают, чем во многих других командах. По первому тайму есть претензии. Играли медленно, играли много назад. Мало было инициативы впереди. Плохо открывались, предлагались под мяч. Ну, пропустили гол, скажем так. Играли против ветра первый тайм. Пробил их игрок. Там, я не знаю, кочка была или что. От груди отскочила у Илюхи. Ну, и добивание надо, конечно, помогать вратарю. Добивание. Вот прозевали где-то этот моментик. И все. Потом уже пошли эмоции больше. До конца первого тайма преобладали. Больше эмоций, скажем так, чем разума, да. Ну, во втором тайме вышли, естественно, внесли коррективы там в перерыве. Отмобилизовались, перехватили инициативу. Стали агрессивнее играть, быстрее играть. Ну, плюс еще стандарты могли там что-то поиметь. Но, к сожалению, они не доходили до наших игроков, высокорослых. А чаще доходили до ихнего вратаря. Ну, хотя и при этом там были моменты, когда мы могли реализовать момент со стандарта. Были там несколько моментов. Ну, то есть, а так, второй тайм, еще раз говорю, уже играли более агрессивно, быстрее. Но, к сожалению, не забили. Проиграли этот матч.